Алексей Бубринский. Эрмиты. Петербургская сказка. Глава 4. Медный всадник. Теодор носился как угорелый, находя для себя все более неожиданное развлечение, а потом и вовсе куда-то пропал. Иоанн же рассказывал Феде давние петербургские истории. Оказывается, Исаакиевский собор строился три раза, но никак у царских зодчик не получалось его выстроить. То Нева выходила из берегов и подмывала фундамент, то молния сжигала храм дотла. И тогда наш прадед дедушка Неф, который на Адмиралтейских верфях тогда трудился, придумал в фундамент положить маленький сердечный камешек. Сердечный камушек? Переспросил Федя. Да. И с тех пор эрмиты фундаменты новых домов прячут такие камушки. Если сердечный камушек есть, то мы этот дом оберегаем и охраняем. Иоанн не успел окончить свой рассказ, поскольку внезапно навстречу им выскочил Теодор верхом на черном пуделе со свежим зеленым огурцом в руках. Смотрите, как я умею, прокричал счастливый Теодор и принялся ловко кувыркаться на пуделе, а тот был вовсе и не против. Приветливо вилял хвостом и, кажется, улыбался. Теодор сделал последний кульбит, ловко спрыгнул на землю и поклонился. Пудель лизнул мальчика в щеку и побежал по своим собачьим делам. А огурчики-то бабушкины созрели, весело сказал Теодор и с хрустом надкусил огурец. Ребята стояли у медного всадника и смотрели на величественный и гордый Исаакиевский собор, который возвышался перед ними. И тут рядом послышалось зловещее шипение. Кажется, у кого-то колесо спустило, неуверенно сказал Иоанн. В тот момент Федя почувствовал, как что-то холодное коснулось его руки. Он повернул голову и остолбенел. «А-а-а!» – завопили ребята хором. «Змей ожил! Бежим!» Мальчики, не сговариваясь, бросились к собору в поисках защиты. Ноги, вдруг одеревеневшие от страха, не слушались Федю, да еще и эрмиты тянули его в разные стороны. За спиной слышалось гадкое шипение змея. «От меня не уйдешь! Отдайте шар, шалопаи!» От этого шипения ужас стискивал грудь, не позволяя дышать. Но Иоанн, Теодор и Федя все-таки достигли укрытия. Они шмыгнули в кусты, где обнаружили вход в пещеру и каменные ступени, ведущие вниз. «Уф!» Сюда он не пролезет, побоится сердечного камушка в фундаменте храма, отдышавшись, сказал Иоанн. «Кажется, про этого баламута змея и говорил нам дедушка фасад», — вспомнил Федя. «И зачем ему шар?» А змей, остановившийся прямо перед входом в подземелье, с досады размахнулся хвостом и стукнул по земле. Да так сильно, что в другой части Петербурга, в Смольном соборе, зазвенели колокола на колокольне. А по фасаду старого дома на Литейном проспекте поползла большая трещина. Изо всех самых темных уголков города баламуту откликнулись тысячи голосов писком, оханьем, скрежетом и мерзким хохотом. Под Исаакиевским собором, на много метров вниз, простирается пещера. С водой ее украшают картины ночного неба с россыпью серебряных звезд. В середине пещеры, из потолка, растет огромное дерево, но не вверх, а совсем наоборот, кроной вниз. И по преданию заканчивается оно в самом центре земли. Вокруг же огромного ствола плещется озеро, растекающееся каналами во множество арок. И из пещеры по воде можно попасть в любую часть города. Это дерево и было домом бабушки Салии. Кругленькая, улыбчивая, седая, с блестящими глазами, румяными щечками, пухлыми ручками, она была точь-в-точь, как многие бабушки. Но для Теодора и Анна бабушка была единственная и самая любимая. Кстати, у них была еще одна бабушка, живущая в старом литераторском доме в Коломне, не похожая на бабушку Салию, и, может, потому тоже горячо любимая и единственная. «Как же мы войдем? Двери-то нет», удивился Федя, разглядывая дерево. «А ты забыл, как входят к бабушке?» – засмеялся я. Федя увидел шнурок, свисающий с сучка. «Терни за веревочку, дверь откроется», – вспомнилось ему. Маленькая дверь со скрипом отворилась. Федя опять пришлось пригнуться. В дереве оказалось тесно, но очень уютно. В спальне стояла кроватка с перинами и пуховыми подушками, в гостиной дубовый стол и старая магнитола, покрытая кружевной салфеткой. На кухне вкусно пахло свежим, еще горячим вареньем, а в печке пеклись пирожки. Все полочки и этажерки были заставлены фарфоровыми чашечками. Было видно, что бабушка любит принимать гостей, а гости любят у нее бывать. Пить чай с вкуснейшими пирожками и замечательным бабушкиным вареньем. «Проходите в гостиную, внучки, а то Федя тесно в прихожей. Чай готов», – приветствовала гостей бабушка. «Садитесь за стол, я сейчас». Федя с трудом примастился на крошечном табурете. И тут произошло непоправимое. Он нечаянно махнул рукой, и из десяток чашек с блюдцами рухнули на пол и превратились в груду фарфоровых черепков. Федя собрался и уже было расстроиться, и даже, может быть, даже расплакаться. Но заливистый смех братцев Теодора и Анны заставил его повременить. «Ура!» – дружно закричали эрмиты. «Бабушка, иди быстрее, пока не поздно». «Сейчас, сейчас, внучки», – ласково отвечала бабушка. «Я все успею». Она наклонилась над черепками и принялась бормотать какой-то странный стишок. Поли Оли Рец, Цеви Еми Лекс, имени Мигунгер. Последних слов из бабушкиного стишка Федя не услышал, так как с черепками начали происходить странные вещи. Они вдруг зашевелились и, позвякивая, приподнялись над полом. Выстроились вокруг бабушки Салиев хоровод, и к тому моменту, когда эрмитесса замолчала, в хороводе кружились совершенно целые невредимые чашки и блюдца. Они сами попрыгали на этажерку и замерли на своих привычных местах. «Вот это да! Вот это фокусы!» – Федя с трудом опомнился от увиденного. «Да не фокусы это вовсе», – возродил Федя Теодор. «Просто бабушка знает заговор на фарфор и может любую разбившуюся чашку сделать целой. Только нужно успеть заговор произнести не позже, чем через 78 секунд после того, как фарфор разбился», – уточнил Иоанн. Федя решил пересесть в большое удобное кресло и тут же вместе с эрмитами принялся уплетать пирожки. Бабушка, улыбаясь, присела рядом. «Ой, бабушка, а откуда ты узнала, что Федя с нами?» – поинтересовался Теодор. «Незадолго до вас ко мне эрмитажный грифончик прилетел. Он-то все последние новости рассказал. Подрастает малыш, скоро сменит отца золотокрылого грифона, того самого, что банковские сокровища стережет. Бабушка Салия издавна водила дружбу с грифонами и грифончиками, которые населяют город со времен его основания. «Мы тебе почту принесли», – Теодор указал на рюкзак. «Давайте сюда, прямо на стол», – засуетилась бабушка. Она запустила руку в рюкзак и достала железную фигурку. «Эфелева башня. Париж, стало быть, дедушка ваш загадал. Мне теперь город на последнюю букву Ж. На Ж. Значит, Женева. Ну что ж, со следующей почты передам дедушке свою загадку». Бабушка поставила башенку на полку и опять запустила руку в рюкзак. «Тут для меня еще кое-что», – и «Вы не посмотрели? Там на грядке огурцы мои созрели». «Да, вот такие выросли», – показала Иоанна. «Ух, и зеленые же, хрустящие». «Ну, завтра и засолю», – обрадовалась бабушка. Банок становилось все больше. Они заполнили стол и пол вокруг бабушки Салия, но все не кончались. Наконец из рюкзака достали последнюю банку. Их оказалось ровно 52 штуки. Пошарив рукой в рюкзаке, Федя нащупал шар. «У нас вот еще что». «Слышала я, но в таких штукках, к сожалению, не разбираюсь. Кажется, в инженерном замке на шпиле было что-то похожее. Но не уверена. Хотя вам ведь все равно туда. Отец ваш давно почта ждет». «А бабуль, дай нам лодочку», – сказал Теодор и, измерив Федю взглядом, добавил «побольше».